Всем привет! Я нахожусь в Гае. Это сателлит города Порту. С другой стороны речки. Смотрите, вот это бывшие винные склады. Сейчас мы их посмотрим с вами повнимательнее. Мы идем в другую сторону, в сторону океана, но с другой стороны, со стороны Гаи, а не Порту. В тот раз мы с вами ходили со стороны Порту, а теперь пойдем здесь. Я хочу вам показать винные склады и рассказать историю. Вообще, если вы любите вино и видели не раз вино Порту, то я вас разочарую. Вино Порту делается не в Порту, а именно здесь, в Гае. С другой стороны Порту. Владельцы нынешние все-таки заделали, видите, двери. Окна на первом этаже. Ну, конечно, пробраться можно, но там делать нечего. Ну, что-то очень старинное. Вот эта плитка, вообще разница от той плитки, какая сейчас есть, и эта плитка. Посмотрите. Как произведение искусства. И здесь то же самое. Посмотрите, какая плитка, вообще шикарная. Интересно, что это за здание такое. Ну, барский дом, это точно. Рыцарский крест, возможно, крест амплиеров. С ума сойти, какая красота. Вот это стена и все, что за ней относится к винным складам в Гае. Здесь тоже делали вино. Здесь их очень много таких складов старых. Ну, кошара пошел куда-то, смотрите, закапывается куда-то. Или чешется нам так. А, это он, туалет у него там. Это он сидит и свои дела делает. Смотрите, где. А с этой стороны чайки. Так, посмотрим, что будет. Чайки-то наглые, они могут и напасть. Им все равно, там, котенок, не котенок. Тот засел надолго чего-то. Думает. Подальше от греха вышел и пошел в другую сторону. Вон там чайка сидит, она на него, походу, не нападает. Может быть, знакомый. Я сейчас не в порту. Порта с той стороны речки. Это вилла Новодегая. А вот это перед вами винные склады. Да, здесь именно делается вино Виня де Порту. Вон склады. Везде склады. Это старые склады. Есть вот крыши новые склады. Люди живут. Сейчас мы с вами туда спустимся и пройдемся по всем этим улочкам. Может, удастся заглянуть куда-нибудь. Хотя, не уверен. Все обычно у нас, если здесь никого нет, в таком виде. Либо забивают, либо заделывают камнями, чтобы не лазили наркоманы и разного рода элементы. Вперед. Кстати, что интересно. Я живу в Португалии сколько лет. Ну, конечно, я в Порте был много раз. Но я знаю таких людей, которые в Порте здесь живут по 20 лет, по 15 лет. Были только для того, чтобы сделать документы. Люди вообще не ездят никуда. Ничего не хотят знать. И я не понимаю таких людей. Здесь наслойка такая культур. Кто любит архитектуру, ребята, у вас будет культурный шоу. Если вы никогда не были в Португалии, то я вам не то что советую и рекомендую. Просто рекомендую сюда попасть. Это у нас коллектор. Это, скорее всего, подземная речка. Да, коллектор старый. И это все по трубам вытекает уже в ду. Смотрите. Мы сейчас туда пойдем? Направо, наверное. А здесь. Какая тут атмосферка. Вот фонари убрать. Да даже, походу, и фонари не надо убирать. Это прошлый век. Культурный бы убрать и все. Да и провода даже не надо скрывать. Можно фильмы снимать. Капитально. Так. Давайте мы, наверное... Я даже не знаю, куда мне направо или налево. Что там, интересно, что там. Ну, давайте все-таки направо. Справа мы зайдем. Все увидим. Хотя, мы уйдем на речку Дуру. Туристический такой центр. Там более, возможно, прилизано. Наверное, лучше было бы сюда зайти. Сейчас. Что-нибудь придумаю. Тоже, как и везде. Смотрите, вот еще одна была дверь. Это такие старинные улицы. Вы даже не представляете. Здесь кого-то кани грабили. Всех, наверное, грабили. А вот это у нас в городе везде есть такие фонтанчики. И здесь можно постираться. Люди приходят, стираются. Очень удобно, кстати, коврики. Что-то такое большое и неудобное, тяжелое стирать. Прям очень удобно. Вот с левой стороны, с правой стороны все это винные склады. Но сейчас, так как самоизоляция, да, или карантин где-то, у нас как бы ее нет. У нас ее сняли. Единственное, что нужно находиться в маске, когда заходишь в супермаркет. Нет, здесь неинтересно. Здесь все-таки это все очень туристическое. Всем известно. Надо нам где-нибудь что-нибудь интересное найти. Вот знаменитая компания Калем, которая производит Виню де Порту. И это тоже склады. Все склады. Здесь неинтересно. Здесь туристический такой играй. Это Зайц. Сделанный из не поймешь чего. Вообще, можете представить? Мировоззрение. Человек, который это все соорудил. Это у нас что тут? Бампера от машин. Всякие непонятные вещи из пластика. Шины, бампера, решетки из окон. Все это очень красиво. Но когда колокола бьют, здесь с ума сходят люди, которые живут. Знаю, о чем говорю. У нас знакомые жили и рядом с церковью. Вот когда она била, это было что-то с чем-то. Причем била в центре, по-моему, каждый час. Церковь в постройке 1646 года. И она была сделана именно для того, чтобы оберегать моряков. Именно морская церковь. Как думаете, оградка могла простоять с тех лет? Ну, я думаю, все-таки нет. Наверное, это уже намного позже выковали. Сейчас, смотри, здесь квадратная, кованая. А здесь круглая. Ну, собственно говоря, тоже кованая. Вот она и забила. Представляете, жить там рядом. Это сколько у нас сейчас? Один часов. Значит, каждый час бьет, скорее всего. Тоже не весело. А вот склады Сандеман. Это вот знаменитый Виню де Порту, где делают склады. Там видно, что это ангар, да? Здесь у нас ресторанчик. Никого нету. Ну, можете зайти. Вот сейчас получается, как смотрите. Эти простуристов нету, но вы можете подойти к окошку, заказать, забрать. Вас не обслужат. И сесть кушать. Здесь за столиком. И все. Ну, еду делают. Пахнет хорошо едой. Прям так аппетитненько. Ну, что, народ, давайте подтягивайтесь. Рестораны пустуют. Экономика в упадке. Я в Эвари был, помните, показывал стены. Ну, здесь тоже, видите, арка какая. Интересная. То есть, либо это было, типа, как ведук сделано, либо, я не знаю, уже. Вот эти кирпичи-то не родные. Они здесь, как бы, не в тему. Вот еще. Да, здесь двери были, наверное, время от времени. Десятилетие, столетие проходили. Сколько это, амулет, я не знаю. Ну, 15-16 век. Может быть, запросто. И переделывалось. В зависимости от нужд на тот момент. Сейчас мы вот сюда зайдем. Смотрите, корабли тут делают. Написано, что заходить нельзя. Ай, никого нет вроде. А наглость вторая часть. Посмотрим, как у них тут дела обстоят. Смотрите, даже инструменты. Все лежит на месте, никто не возьмет ничего. Туристический. Ну, естественно, туристов нет. И вот у них здесь, как все обстоит, дело-то. У них тут свой пляжик. Смотрите, бревнышки. Выкатывают. И делают. А вот старые бревна. Видите? Видно, давно на этом месте уже чинят кораблики. Бревна уже зеленые. Зеленые, зеленые. Видно, что старые. Ободрали. Я не знаю, как обрабатывать лаком или еще чем-то. Но я думал, что здесь мастера умеют это делать. Вам гарантируют. Старые корабли. Ух, эмулет-то сколько. Стоять себе на стапелях. Ну, видно, ремонтируют их время от времени. И бочка, в которой есть вино Аппорту. Или было. Звук, конечно, тут не туристический. Долбасят перфораторами. Ну, а что вы хотели? Пока вы там дома сидите и не собрались, для вас тут что-нибудь организуют. Ну, смотрите, культурные слои какие. Здесь по-хорошему, прежде чем строить, надо археологов вызывать. Потому что это все настолько историческое и старинное. Вон наверху склады. Стреляют что-то. Салют какой-то. Ну, в общем, вы сами видите, для местного населения, для нас, ничего не ограничено. Ходим, бегаем. Народ на ЗУЖе вообще ударился. Вот реально. Все бегают, как сумасшедшие. Все на спорте. Но, вот смотрите, в нормальное время, если бы вы приехали, или кто был, вы помните, сколько здесь было кораблей, лодок, плава? Сейчас вообще нет ни одной. Все стоят. Представляете, они сносят вот такое. Надо полагать, да, что этим домам невероятное количество лет, и лестницы такие же. Не видно. А вот здесь, вот здесь, если я в предыдущих роликах, где-то в порту был, и говорил, нет этого запаха, стойкого мочи, то здесь, я вам скажу, такой парфюмчик. Ух! А тут сверху, кажется, был переход. Но это уже более современное. Идем дальше. То есть, вот набережная. Мы бы шли сейчас там, а мы будем идти изнутри. По бомжатнику. Нравится мне очень. Такие бутылки биты. И везде у нас граффити. Порту чем славен, это своими граффити. Очень красиво. Смотрите, ну чем это не фавелы? Здесь не живут. Тут непонятно. И могут жить легко. Вот здесь конкретно живут. Это у нас видна сарайка. Я думаю, почему эту сарайку нельзя починить? Ну, рухнет же когда-нибудь. Капец. Вон живут. Видите люди? В маске, причем стоит. Видали? Видали? Как надо шпионить. Вот домик. Не понять, из чего сделан. Вот это нагромождение. Вот живут. Чуть не упал. Туда тоже идет. На верхние этажи. Живут. А что делать? Жизнь продолжается везде, в любых условиях, в любом месте. Согласитесь. Не зависит от того, хорошо там живут люди, плохо живут. Живут и все. Так, туда мы не будем идти, мы идем дальше. Вот это обрешуточка. Капец. Неужели? Там вот смотрите, шторки. Нет, там никто не живет. Это что? Ой. Господи, наступил. На кошачьих. Вот сколько лет живу, вроде бы и могу привыкнуть. Я вот не могу. Иногда просто шокирует местная архитектура. И тут воняет так, что просто капец. Мне кажется, коронавирус именно там сейчас находится. Вонь страшный. Так, мы поднялись чуть выше. Здесь у нас продается что-то. Вот это продается. Капец. Ну, понятно, если кто-то купит, только и за место. Место-то классно. Ну, это все от чего-то убрать. Я вообще не знаю, сколько денег надо. Да, Гайя. Ну, не менее историческая, чем порта, кстати. И порта-то пошел не с порту, а именно с Гайей. Если вы помните, я вам недавно показывал видео, и римскую дорогу нашла с Куимбры до Кали. Порту назывался Порту Кали. А Кали это была Виланова-де-Гайда, где я сейчас нахожусь. Потом, через какое-то время, порт уже соединился с Кали, то есть Виланова-де-Гайда, и получился Порту Кали. Порт Кали, то есть Порт Виланова-де-Гайда. Вот так вот. Ну, вы знаете, все равно кажется, у всех этих зданий когда-то есть лимит. Ну, по-любому, они рушатся, потихонечку, потихонечку. Но, мне кажется, когда-нибудь в один момент они просто все рухнут. А вот это будет веселуха. Власти что могут сделать? Ничего не могут сделать. какие-то законы что-то берут, наверное, на бюджет. А так-то все частное. Вот напротив этого, нет, напротив вот этого белого здания ко мне приезжал подписчик Андрюха. Мы там собирали всякие обломки керамики, которые упали с кораблей. именно там. Смотрите, трамваи пустили туристический. Так что, друзья мои, если есть возможность сюда приехать, приезжайте. Насчет отелей не знаю, но все остальное работает. Музей не работает. Единственное. Надеюсь, что все будет, потому что уже обещают рынки даже вещевые открыть. Продуктовые уже заработали. Смотрите, как сделали специально в подмостках вот такие дырки, чтобы можно было ставить удочку. Класс, да? Власти красавцы! А нас о рыбаках заботятся! Ну, это же просто прелесть! Если бы у нас дома это было вон там, и мужички там выпивали бы тихонечко. Слушайте, идеальное место. А что, рыбачишь недалеко от дома, выпиваешь? Нет, это интеллигентные рыбаки какие-то португальские. Это не наш. Ну, для атмосферы как-то надо в воскресенье и не выпить стаканчик вина. А он же просто не пьет. Хотя это невозможно в стране, где делают вино и не пить. и не пить. Спасибо за субтитры!